И третье, что нужно человеку знать, это то, что если все-таки, несмотря на что он достаточно сильную позицию занимает, все равно все рушится в жизни, значит без молитвы не обойтись. Потому что иногда только в храме, только с духовными людьми, только с общением с наставником, только на службе духовной, только в паломничестве по святым местам человек может реально снять с себя груз судьбы. Потому что судьба иногда наваливается несмотря ни на что. Даже если человек и все правильно делает в жизни, все равно она может навалиться. И тогда уже не обойтись без молитвы и без веры. А вообще лучше никогда ее не бросать, потому что никогда не нужно позволять судьбе разрушать свое сердце. Потому что когда судьба наваливается, она предупреждает это заранее. Уже за несколько месяцев до тяжелого события уже в сердце это все проявляется. Если человек всегда со своим сердцем контактирует, то он может заранее знать о тяжелой судьбе. Например, когда человек молится, у него проходят три стадии молитвы. Первая стадия — это опора на звук. Вот если мы слушаем того, кто молится, вместе с ним молимся, сначала мы чувствуем, что в моем звуке появилась сила. Вторая стадия — вот здесь что-то открывается в сердце. В этот момент я вхожу в контакт с судьбой. Вообще она от меня закрыта всегда, потому что если я буду всегда с ней контактировать, туда идет очень расход большой энергии. Я переживаю за все. Ну то есть если человек боится своей судьбы, он вот так, у него сердце закрыто. Когда много силы от молитвы идет, энергия счастья от молитвы означает счастье. Энергия счастья от Бога идет когда? То в это время сердце открывается, потому что энергии много, судьба соединяется со мной. Она и так была соединена, но она мне не показывалась. А сейчас она мне открывается, показывает. Вот, пожалуйста, вот здесь есть трудности у тебя, там, там. И после того, как сердце открылось, показывая, через память проявляется все, что у тебя там тяжело. Но ты об этом не думай сам. Если ты на этом сосредоточился, то ты свои силы туда отдаешь. А правильно жить человеку так, что он думает о Боге и кланяется Богу, служит ему, поклоняется ему. Думает о нем, слушает тех, кто молится и кланяется алтарю. Допустим, такой вариант. И в это время где-то там в сердце находится судьба. Она заставляет думать о себе, вспоминать, заставляет вспоминать. Не вспоминай, не отвлекайся, просто слушай тех, кто молится и кланяется алтарю. Или назад будь благодарным тем, кто молится. Или свое счастье отдавай людям. То есть есть разный способ поклонения Богу. Но в целом нужно, чтобы ты слушал и отдавал, слушал и отдавал. И тогда сердце орошается вот этой энергией Бога. И память твоя о твоей судьбе становится все спокойнее, спокойнее, спокойнее. В какой-то момент ты почувствуешь сердце, как будто бы нет ничего плохого. Все стало спокойно. Ты прошел первый круг победы над судьбой в результате. Второй круг называется отношения. Через некоторое время ты почувствуешь, что ты не можешь с кем-то разговаривать. У тебя есть какая-то трудность в общении с кем-то. У тебя есть человек, которому ты до сих пор не простил. Ты даже позвонить ему не сможешь, потому что больно с ним говорить. Это вот означает, что есть второй круг жизни — это ниточки. Ниточки между нами, ниточки между разными людьми. Эти ниточки должны быть чистыми. Если вытекать чистую жизнь, высокую жизнь, возвышенную, чистую любовь. Если хочешь иметь жизнь, не всегда эти ниточки очищай. Никогда не печалься, не обижайся, не расстраивайся. А если это произошло, очищай эти отношения. Пока не очистишь, думай, вспоминай это. Но не во время молитвы, после и до. Время молитвы нужно думать о Боге, чтобы ниточки будут сами очищаться. Потому что они же есть. Второй круг жизни означает, что сердце спокойно стало, а дальше ниточки эти все будут очищаться. Что значит очистились? Значит, ты звонишь человеку и уже можешь с ним нормально говорить. Как девушка говорит, а я с ним уже нормально разговариваю. Значит, уже помолюсь. Значит, уже поработала, на второй круг вышла. Осталось третий круг, значит, только пройти и все, и семья восстановится. Никуда не делся человек. Он висит в воздухе рядом с вами. Преодолевает судьбу. На третьем круге уже сердце человека меняется. Это чудо для нас. Я молюсь дальше, и вдруг он решил правильно жить начинать. В руками решил все менять в жизни. Это чудо. У кого такое чудо произошло, поднимите? Кто почувствовал это реально в своей жизни? Ну, вот видите, есть такие люди. Они являются примером для всех. Вот так надо жить. Три круга жизни означают, раз, и сердце близкого человека начинает меняться. Это значит, Бог вам простил. Потому что близкий человек олицетворяет какие-то наказания в прошлом. Я в этом убежден на все 100% сейчас. Абсолютно. Я это вижу всегда, когда человек страдает, всегда не зря. Всегда. Хотя человек не верит в это сам. Он думает, что он зря страдает. Он думает, что у меня так не должно быть. Я не такой человек. Ну, ты просто сейчас не такой. Раньше был такой. За это наказан. Сейчас. Представить, че чудо заключается в том, что то, что ты не верил, что-то человек изменится, он бац и начинает меняться. Неожиданно. Но это только через молитву может произойти. Просто так это не происходит. Только если ты сначала спокойствие, потом ты с ним правильно общаться можешь, потом он начинает по-другому пытаться жить, и потом раз, и он стал другим человеком. На это обычно уходит несколько лет, два-три года. И за пять секунд это происходит. Итак, мы должны об этом знать, что есть вот эти связи между людьми. Очень ранимые, боевые, Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны Нитью незримою, Нитью незримою Наши любимые Видите, связаны Нитью незримую. Надо помнить об этом всегда, потому что некоторые говорят, а это мой человек вообще, с которым я живу, или не мой? Сердце загрязнилось уже, контакта нет через сердце с ним, балдеж от него тоже уже закончился, и ты думаешь, что я с этим человеком живу, я от него не балдею, Сердце тоже его не чувствует. А что с ним жить? Может быть, это не мой человек? Ну то есть, этот человек всегда Останется связанным с тобой на всю жизнь. Даже когда ты с ним жить не будешь, тебе надо светлую память о нем хранить, иначе это будет мешать тебе дальнейшей жизни. Если ты набижен на него до сих пор, или плохо о нем думаешь, это в твоей настоящей жизни тоже будет плохо сказываться. Ты должен всегда чистую память культивировать об этом человеке, всю жизнь, если ты с ним жил. Навсегда связаны, на всю жизнь на это связаны. Поэтому надо всегда эти ниточки беречь в чистоте, хорошо к людям относиться.